В 1982 году я приехала, на работу устроилась, на фабрику «Красная работница». Меня поселили, здесь было общежитие, выделили место. Прописку мне дали временную на 5 лет, но потом после 5 лет заключили уже постоянную регистрацию или прописку, как правильно. В 1987 году я родила ребенка, и мне выделили комнату. То, что я с девочками жила, а когда у меня появился ребенок в правком фабрике, выделили мне отдельную комнату. Но это тоже вот все здесь. И в процессе приватизации... Здесь вот надо это или нет? Ну, конечно же, надо. Очень это путано, сложно. Значит, «Красная работница» в процессе приватизации стала акционерным обществом «Россиянка» и получила свидетельство о собственности на приватизируемое предприятие. И, значит, каким-то образом, значит, с этим свидетельством они смогли оформить и жилое здание общежития в частную собственность. Значит, дальше, в 2003 году россиянка учреждает ООО «Квинта» и передает здание общежития в уставный капитал вот этой фирмы. Сейчас, значит, здание, значит, здание де-факто находится в собственности у ООО «Квинта». У нас здесь проживающих четыре семьи, шесть человек. ООО «Квинта» ведет реконструктивные, ремонтные работы. Тут вот это тоже. Ну, в общем, мы уже с февраля месяца как на строительной площадке живем. Значит, в марте 2012 года мы подали иск о приватизации занимаемых помещений. И вот после этого начались все наши беды. Значит, эту приватизацию не хотят допустить ни власти, ни «Квинта». Значит, на нас давят. Нам создают невыносимые условия труда, чтобы нас отсюда выдавить из этих комнат, где мы занимаем, чтобы не было предмета иска. Нет отопления, нет воды, горячая вода. Пока побежит из крана, надо 10 минут спускать, отключая свет. Значит, одну женщину избили. А что с фабрикой стало? Закрыли, все продали, помещения все в аренду сдаются. То есть, как фабрика, она перестала существовать где-то в конце, по-моему, 90-х годов. Людей сократили. Все сдается в аренду, под офисы. На что вы собираете деньги? На лечение памяти мэра Москвы Собянина. Поскольку мэр Москвы Собянин 2 ноября заявил, что проблемы жильцов в пчужинке пора решать. Защитим жилье от жилья! Защитим жилье от жилья! Мы через интернет обратились за помощью. И только благодаря волонтерам мы держим оборону. То есть, реально никого не пускаем. Видите провоката? Пишите себя на грани группы! Эй, ребята, не надо! А мы в снежки, да? А ты что? Еще умнее, да? Эти товарищи вот из Квинты вызывают милицию. Значит, и не один раз в день милиция приезжает. И, значит, и говорят, у вас есть граждане, которые там незаконны, я говорю, нет. У нас все, кто откликнулся на нашу беду. Значит, спасибо вам, ребята, волонтеры, что вы откликнулись. Нам уже дополнительно обогреватели привезли. Нам, значит, предлагают даже уже везти там и теплую одежду. Вот эти люди с Квинты, охранники, нам никаких документов не предъявляют. Но заявляют, что они собственники. Позвольте, мы живем здесь с 82-го, 81-го года. То есть, а Квинта появилась в 2003-м году. Так кто тут хозяин-то реально? Так дело в том, что у Квинты есть свидетельство о государственной регистрации права собственности. Ей как бы закрытое акционерное общество, россиянка, передало это здание в уставный капитал. Вместе с людьми. Они со списком людей, так написано, акт приемки передачи, в уставный капитал в качестве имущественного вклада, передали вот эту самую ветерана труда, имеющую награды, правительственные, государственные награды, передали в уставный капитал ООО Квинта. Списком 24 человека. 44. 44. 44 человека. 26 семей. И сейчас ей говорят, обращайся к собственнику. У нее есть собственник. А кто она? У нас скрипостное. Получается, что у нас скрипостное право. Нас могут отдать, передать, продать вместе с людьми из здания. Никогда не почитай.